Девушки отдыхают Я замешался чуть-чуть, в итоге вырезал пас мне хороший, и я вижу то, что сзади соперников нет. Ну, свободно, в центре никто меня не встречает, защита, ну и получилось, вот ударил так. Понятно, что сейчас в команде хорошее настроение после такой победы. Ну, а вообще, как сам матч? Вот для тебя складывался, считаешь, для твоей команды? Ну, матч хорошо у нас, мы контролировали мяч, ну, хорошо, ну и в итоге, вот, доминировали, так скажем, в концовке вообще. Ну, соперник толком не мог ничего сделать против нас. Ну, вот и вот так вот. Ну, остается пожелать удачи в дальнейших матчах и, конечно же, без травм. Спасибо большое. Евгений Скороходов, игрок команды Академии Ротера. Евгений, ну, ты как участник непосредственно матча, вот твои впечатления от сегодняшней, ну, скажем так, не самой радужной игре? Ну, мы много проигрывали, много было ошибок, ну, и были положительные. Мы много раз проигрывали, пропускали, я в том числе есть. Единоборство ты имеешь? Да. И надо на тренировках это исправлять, будем тренироваться лучше, подходить к следующим играм. Вот матч закончился несколько минут назад, как в раздевалке, все угрюмо, все печально? Ну, все расстроены, всем обидно, то, что проиграли, могли выигрывать, но ошибались. Поэтому привезли 100 голов себе. То есть есть над чем работать. Желаю успешно сделать работу над ошибками, побед и без травм. Олег Провила, тренер Краснодарской команды. Олег, с победой вас и вашу команду, и ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Спасибо большое. Мы готовились к сложному матчу, потому что у нас единственное поражение в сезоне. Нам нанесла Академия Ротер в первом круге. Поэтому разбирали, смотрели соперника. Знаем, что в Академии команда очень крепкая, несмотря на то, что идет внизу. Пропущенных мячей было не так много. Команда хорошо обороняется. Но сегодня получилось играть удачно, забили много. Олег, как вы сказали, у команды одно поражение. Именно от Академии Ротер и именно дома. А что тогда произошло в том матче? Это был второй тур. Первые две-три игры были очень нервные, потому что ребята готовились, очень сильно переживали. Поэтому первые туры получились очень скомканные. Но как раз, мне кажется, это поражение нам помогло потом войти в сезон, встряхнуться и уже немножко успокоиться, начать играть в футбол. Но это единственное поражение. Команда, уверенно, идет в тройке. Вот есть конкретные задачи первыми, в тройке или как пойдет? Нет у нас конкретно никаких таких сверхзадач нет. Но, конечно, мы смотрим в таблице. Мы идем от матча к матчу, разбираем каждого соперника. У нас хорошая обойма игроков. Сегодня тоже видели. Замены примерно, ребята по силам примерно одинаковые. Кто-то сегодня играет больше, завтра будут играть другие. Поэтому сегодня замены вышли, усилили игру. Мы победили. Поэтому двигаемся от матча к матчу. С победой, успехов и без травм. Все, спасибо большое. Александр Королев, наставник Волгоградской команды. Пожалуйста, ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Ну, матч такой, не то что двоякая, но со стороны там, может быть, пришли люди, которые посмотрели, там скажут, 5-1. Ну, команда одна явно там сильнее другого. Ну, я бы так не сказал. Футбол, стремились играть, мальчишки, наши в футбол. Но ошибки индивидуальные, прежде всего, в обороне. Индивидуальные и командные ошибки. Вот этот соперник нас за эти ошибки наказывал. Вот. Мы не смогли этих ошибок избежать. В созидании нам пока тяжело. То есть мы вроде играем в середине, какие-то моменты. Ближе к воротам тяжело мы создаем. Где-то не хватает индивидуального мастерства, где-то силенок. Поэтому так игра сложилась. Я еще раз говорю, нельзя говорить, что 5-1 это совсем какая-то плохая игра. Нет, были и эпизоды, от которых можно отталкиваться, строить дальнейшую нашу игру. Александр Петрович, ну вот если посмотреть статистику, у Краснодара, в общем-то, не так много ударов было. Но реализация просто потрясающая. Ошибки наши индивидуальные. В обороне первый гол, когда игрок беспрепятственно бьет по воротам. Потом момент во втором, когда вратарь раз выручил, два. Наши защитники где-нибудь находятся? Непонятно. Футбол смотрят? Да, футбол они смотрят. Ну, молодые еще, у них нет концентрации, которая там у взрослых игроков. Ну, взрослые даже пропускают так. Мячи вроде такие непонятные. Вот. То есть вот эти индивидуальные ошибки, они сказались на результате. В общем, есть над чем работать, чего вам желаем, побед и традиционно без травм. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok